На рубеже XVIII и XIX веков в России было, пожалуй, две дисциплины, где авторитет Канта был наиболее высок, а в каких-то вопросах даже и непререкаем. Это, конечно же, была не этика, это была не логика, это была ни в коем случае не метафизика, а это были две дисциплины, которые кому-то могут показаться экзотическими. Физическая география, а также естественное право. Естественное право само по себе, конечно же, как идея уходит еще и в Древнюю Грецию, и сама эта дисциплина предполагает, что существует некая совокупность законов, объективных законов природы, которые регулируют в то же самое время и общество. И наряду с естественными законами могут существовать еще и так называемые положительные или позитивные законы, созданные по воле законодателей и которые имеют субъективную природу, которая изменяема, скажем, как какие-то законы, принимаемые нашей современной Государственной Думой Российской Федерации. Кант сформулировал, пускай и очень кратко, свое учение о естественном праве в работе, которая имеет название «Метафизика нравов» в первой ее части, которая называется «Метафизические первоначала учения о праве». И с точки зрения Канта, наряду с положительными или позитивными законами, законами, которые созданы по воле законодателя, существует еще и ряд других законов, которые носят, как он говорит, априорный характер. То есть они являются всеобщими, необходимыми и в своей значимости имеют внеопытный источник. И вот как раз кантовские представления о естественном праве в первой четверти XIX века пережили фактически подлинный ренессанс в Царской империи, потому что естественное право вдруг оказалось бурно развиваемой дисциплиной, в том числе и благодаря содействию развития этой дисциплины на первом этапе со стороны российского государства. В 1809 году был издан высочайший указ императора, в соответствии с которым чиновники в том случае, если они хотят продвинуться по карьерной лестнице выше определенного ранга, обязаны сдать экзамены. И одним из вариантов этого экзамена являлось как раз естественное право. И для того, чтобы подготовить чиновничество для этих экзаменов, были созданы открытые курсы, был написан целый ряд учебников. Помимо всего прочего и в самих университетах преподавалось естественное право. И хотя фактически с момента открытия первого русского университета, Московского университета в 1755 году естественное право там преподавалось, а первым преподавателем естественного права в Московском университете был профессор Дильтей. Тем не менее, это были еще другие варианты до кантовского естественного права. Так вот в чем же состояло кантианские ориентированное естественное право в начале 19 века, на каких идеях главных оно базировалось и что с этим в конце концов произошло и благодаря кому это естественное право кантианские ориентированное в России развивалось. Начну с последнего вопроса. Большая заслуга в распространении кантианские ориентированного естественного права в России принадлежит трем иностранцам, трем профессорам, которые преподавали в Московском университете и в Казанском университете. Это профессор Буле, выдающийся историк философии. Это профессор Рингард, который написал учебник практической философии естественного права, которые были переведены затем на русский язык. И, наконец, профессор Финке, который преподавал в Казанском университете, его учебник естественного права также был переведен на русский язык. Что подчеркивали эти немецкие профессора? Во-первых, они подчеркивали, что естественное право базируется на практическом разуме. Практически разум оказывается тем главным законодателем в сфере естественного права. И вторая идея – это идея развлечения внешней и внутренней свободы. Внутренняя свобода оказывается прерогативой этики, в то время как внешняя свобода – это и есть сфера права. И вот это вот четкое развлечение, которое возникает в философии Канта, и ложится в основу вот этого курса по естественному праву как и у него, так и у многочисленных поклонников Канта, будь то в среде немецких профессоров в России, будь то в среде россиян. Кто из россиян в данном случае написал какие-то учебники, которые в той или иной степени зависимы вот от этих кантианских идей. Это выпускник Московского университета Филимонов, это профессор Санкт-Петербургского университета Петр Дмитриевич Лодий, это профессор Московского университета Лев Цветаев, это профессор Казанского университета Гаврила Ильич Солнцев. Я далеко не все учебники перечислил в данной связи, но уже даже и этих имен, я думаю, достаточно, чтобы сказать, что это была бурно развивающаяся дисциплина, которая, тем не менее, в двадцатые годы, вот так же административно, как, может быть, она и началась, практически и была закончена, потому что в двадцатые годы среди кураторов различных императорских университетов, будь то в Казани, или будь то в Санкт-Петербурге, возникла серьезная позиция этой дисциплины, более того, такие кураторы университетов, как Магницкий или Рунич, пришли в ужас, что подобная дисциплина преподается в России, преподается в университетах, потому что через вот это естественное право распространяются такие идеи, которые, в конце концов, ведут к французской революции, а проповедники естественного права, с их точки зрения, хуже Марата, ну и, в конце концов, естественное право, с их точки зрения, совершенно несовместимо с христианским взглядом на этот вопрос. И вот такая позиция привела, в конце концов, к трагическим последствиям, к административному вмешательству философские дискуссии и к устранению очень многих преподавателей из императорских университетов России.